Гарантирую, что значительные отключения, которые это были в 2017 году, и в частности это на третий квартал, были, скажем так, приведены, уменьшатся по состоянию будущего периода, летнего периода. На сколько процентов будет меньше? Если касается плановых работ, это как минимум 40% меньше. Плановых, да? Да, это касается плановых. Ну, форс-мажор, Юрий Федорович, аварийное отключение, здесь никто не застрахован. Элементарный вопрос. Ну, аварийное, понятно. Уже сегодня Кубанинерго значительно увеличила мощности в ключевых узлах. По словам главного инженера компании, число аварийных отключений в 2017 году сократилось на 40%. При этом денег на проведение плановых ремонтов в этом году предусмотрено на 28% больше, чем в прошлом году. Количество плановых отключений на сетях Кубанинерго за минувший год стало меньше на 20%. Глава ведомства поручил всем компаниям, НЭСК, Кубанинерго, владельцам частных сетей, синхронизировать плановые работы, чтобы не приходилось обесточивать сеть по нескольку раз, а также не терять контакта с населением. При этом энергетики признают, их инвестиционные программы не поспевают за темпами развития курорта. Что нужно сделать, чтобы мы пошли с опережением, чтобы не было вот этого дефицита, который сегодня есть. Если нужно это отставить на уровне Министерства энергетики, давайте будем отставить. Но мы ситуацию здесь должны изменить. Мы достаточно уже не харадим вот этот населенный пункт, эту территорию, этот курорт Краснодарского края. С другой стороны, считает министр, необходимо активнее ликвидировать потери, как технические, так и связанные с самовольными подключениями. Энергетики поясняют, для борьбы с воровством часто не хватает полномочий. Отдельная тема, когда заявитель начинает строить дом, а получается гостиница. Муниципалитет здесь чаще всего также бессилен, потому что изменения, как правило, подкреплены решениями судов. Если нужно сегодня вносить изменения в законодательство, давайте предложение. Мы пойдем через законодательную инициативу, через депутатов краевого парламента и выйдем на решение данных вопросов. Это серьезные вопросы, их надо решать. Снизить потребление электричества нужно за счет более интенсивной газификации. Министр настаивает на детальном изучении имеющихся мощностей. По каждой улице, по каждому населенному пункту, чуть ли не до каждого двора дойти. Если есть сегодня мощность, и она позволяет, подключайте, пока не будет предела. Всем остальным потом, скажем, подождите, через полгода мы вас подключим, и люди будут знать. Но мы тогда должны через полгода это исполнить. В Анапском водоканале гарантировали бесперебойную подачу воды. Новый канализационный коллектор вдоль Пионерского проспекта откроют к сезону. В городе появится несколько рабочих групп, куда войдут представители администрации, водоканалы и сотрудники правоохранительных органов. Их задача – пресекать несанкционированный сброс стоков. Ну что, коллеги, будем надеяться на то, что в рамках опыта токи к курортному сезону, ресурсно-снабжающей организации нас не подведут. Александр Михайлович, я хочу от себя лично, от председателя Горсовета, сказать вам огромное спасибо вашим коллегам, все, которые приехали сюда за ту работу, которую провели. Давно такого они проводили. Спасибо за помощь, которую вы оказываете. По словам министра, подобные встречи еще будут проходить как до начала лета, так и в разгар курортного сезона. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.